МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И побываем в гостях у капитана футбольной Волги Алексея Цыганцова. И поможет нам во всем этом наш гость, начальник управления физической культурой и спорта города Ульяновска, Николай Скобелин. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Вот в эти дни в Ульяновске проходит гражданский форум, и на нем активно работает площадка Олимпийского совета Ульяновской области, где очень жарко обсуждается стратегия развития спорта в нашем регионе. Что для вас этот документ? Как считаете, куда нам надо идти, чтобы идти в ногу со временем? Ну, стратегии и задачи перед нами поставил президент, и мы четко следуем этой стратегии. Управление физической культурой и спорта. У нас есть программа «Спорт нормы жизни». В нем два основных показателя. Первый – это прежде всего к 30-му году, то есть систематически занимающих граждан в нашем городе спортом мы должны достигнуть 70%. И второй показатель – это, конечно, удовлетворенность спортивными объектами наших граждан. Как вы считаете, кто и когда, по-вашему, принесет в Ульяновску следующую олимпийскую медаль? Чтобы стать чемпионом, просто чемпионом, не говоря уже об олимпийским чемпионом, здесь должна сработать целая команда. Ваш прогноз одним словом – один вид спорта. Я надеюсь, что борьба. А наш первый сюжет в сегодняшней программе – о виде спорта, от которого мы точно ждем очередного олимпионика. Финальные бои турнира на призы Героя России Олега Лобунца состоялись аккурат в День Героев Отечества. Одним из героев ринга стал воспитанник Ульяновского клуба «Малхосян Тим» Владислав Хатинов. Свой финал 20-летний боксер выиграл досрочно, послав соперника Самары в нокдаун уже в первом раунде. По мужикам это довольно трудно, закончить бой досрочно, потому что уже все более опытные соперники, они знают слабые места, знают, где это возможно, поэтому труднее сделать так. В клубе «Малхосян Тим» Хатинов тренируется под руководством своего родного брата Артема, призера чемпионата страны и финалиста Кубка мира среди нефтяных стран. Неудивительно, с кого берет пример Хатинов-младший. Хочу попасть в сборную России. Это моя цель. Стремиться туда. Для этого я набираю опыта, тренировок. Также досрочно свои финальные бои выиграли Никита Кузьмин из Гонга и воспитанник клуба «Малхосян Тим» Архим Бабакишиев. Сразу четыре чемпиона у ульянского клуба «Чемпион», где работает тренерский дуэт Тазеевых – Александр и сын Дмитрий. Доставай передний! Доставай, доставай! Был на турнире Лабунца еще один герой. Это Олеся Грунчева. Женщина-судья, которая не боится выходить в ринг, где сражения ведут мужчины. Олеся в ринг недавно, раньше сама боксируя, позже решила связать свою жизнь с судейством. Тяжело судить по уже взрослым парням, по мужчинам, то есть как бы доказывать свой авторитет, кто хозяин в ринге, грубо говоря. Пока не хватало где-то уверенности, было чуть-чуть тяжеловато, но преодолевая себя, в принципе, достаточно быстро с этим справилась. Турнир на призы Героя России Олег Лабунца собрал около ста боксеров, причем были и гости из соседних регионов. Соревнования уже стали традиционными и популярными, а следующие с порядковым номером 7 и с новым статусом. Этот турнир будет класса А, где будет присваиваться звание махера спорта России. И вот перспектива, я думаю, налицо. Перспектива хорошая и очень актуальная, ведь сегодняшние юниоры через год будут пробовать себя во взрослом боксе. Николай, как считаете, что нужно сделать нам и вам, в первую очередь, для того, чтобы получить спортивный прорыв? Ну, я для себя ставлю, как передачальник управления, три задачи. Первая задача – это привести объекты в нормативное состояние, улучшить их состояние, построить новые объекты. Вторая – это зарплата наших тренеров, чтобы она была достойной, чтобы они хотели приходить. Ну и, соответственно, возможность наших спортсменов участвовать в соревнованиях и проводить сборы. А вот популяризация спорта входит в это? А это все вместе и составляет популяризацию спорта. Я имею в виду освещение в средствах массовой информации. Вот не планируете ли создание городского спортивного медиаканала? Честно говорить, мы об этом не задумывались, но идея очень интересная. Она еще пока полностью не покрыта. Я считаю, что это за этим будущее, что спорт нужно освещать, нужно пропагандировать, нужно показывать как можно больше любой вид спорта, любую федерацию. Я не случайно затронул эту тему, потому что наш следующий сюжет о том, как главная спортивная СМИ региона «Газета Чемпион» боролась за награды национальной спортивной премии в Москве. Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой переполнен звездами российского спорта, прошлого и настоящего. Владислав Третьяк и Татьяна Тарасова, Александр Карелин и Светлана Хоркина, Ирина Слуцкая, Анна Багали и прочее-прочее. Здесь в 13-й раз вручают национальную спортивную премию. Ульяновская «Газета Чемпион» в числе финалистов в категории «Спортивный парнас». Я хочу пожелать всей редакции «Газета Чемпион» новых побед, новых статей, новых результатов. И самое главное, работайте и приносите людям радость и самую настоящую информацию, которую вы даете не один десяток лет. А если быть точнее, 25 лет. В уходящем году «Чемпион» отметил свой юбилей, но впервые попал в шорт-лист соискателей самой престижной награды Министерства спорта России. В конкурентах за приз в 1 миллион рублей монстр российского спортивного информпространства «Матч ТВ» и редакция «ТАСС». А то, что касается «Газеты Чемпион», я давно знаю и журналистов, и знал, кто там раньше работал, кто сейчас работал. Это классное издание, которое прокомпонтирует весь спорт. 11 номинаций, 18 лауреатов, смешную категорию и призовой миллион забирают коллеги из «Матч ТВ». Чемпион без титула, но с гордо поднятой головой. Среди региональных изданий «Газета» в числе лучших. Победа всего коллектива, коллектива газеты, как технического персонала, так естественно и творческого, и вообще всей спортивной общественности региона, спортсменов и тренеров. Да, чемпион не получил золотую статуэтку, которая теперь есть, например, у фигуристки Анны Щербаковой, лыжника Александра Большинова, а также у легенды тренерского цеха Татьяны Тарасовой. Но самое главное, у чемпиона есть свои читатели. А это ценнее любого миллиона рублей. В эти дни в Катаре завершается чемпионат мира по футболу. Все мы знаем, что это второе по значимости после Олимпийских игр спортивное событие в мире. Успеваете смотреть игры? Ну, конечно, футбол, он действительно является одним из самых популярных видов спорта, один из самых массовых. Более того, каждый вид спорта в своем тренировочном процессе использует игровые виды, в том числе и футбол. И, соответственно, чемпионат мира я тоже смотрю, мне нравится. За кого болеете? Честно говоря, на этом чемпионате я болею за Аргентину. Месси, любимый футболист? Леонель Месси, да. Мне нравится, хотелось бы, чтобы он стал чемпионом. А вернемся в наш чемпионат российский. Как оцениваете перспективы Ульянской Волги? Сможет ли он сохранить прописку в первой линии? Оценивать перспективу, наверное, это все-таки перелегатива нашего старшего тренера. Я болею за нашу команду, за нашу молодую команду. Соответственно, Волга в том году, точнее, в этом году нас порадовала. И я думаю, что она будет продолжать нас радовать. Ребята молодые, активные, у них все, все им по силу. Ну что ж, сохранит ли наша команда путевку в первой лиге? Мы покажем время только. Ну а мы с вами отправляемся в гости к капитану нашей команды Алексея Цыганцова. Если чай, то только зеленый и только с мандарином. Капитан футбольной Волги Алексей Цыганцов, несмотря на то, что официально в отпуске, строго соблюдает рацион питания. Сушка у нас идет, поэтому все только натуральное. Держать себя в черном теле для Цыганцова дело привычное. Как-никак уже 14 лет в профессиональном футболе. За это время в форуме Волги полузащитник провел 280 матчей. Это новый рекорд клуба, установленный в нынешнем сезоне. Для меня, наверное, важнее качество игр. Лучше провести меньше, но принести больше пользы и качественнее сыграть. К своему количественному рекорду Цыганцов пришел через качественный скачок в игре всей Волги. В уходящем году команда наконец-то пробилась первую лигу. А в Кубке страны впервые в истории добралась до 1-8 финала, где встретиться с самим питерским «Зенитом». Слово, которое для меня характеризует этот поединок, это и интересно. Приятные команды будут давать играть, можно проявить себя. Не исключено, что именно в феврале, если Волга победит грозных питерцев, пополнится коллекция футбола Цыганцова. Каждая из тех четырех, что уже имеются, символ определенной вехи в карьере полузащитника. Вот чемпионская у меня в самом низу, чтобы не запылилась, ничего с ней не стало. Ждем окончания ремонта и все это, естественно, займет почетные места на стенах нашего дома. Будущая коллекция футболок на стенах – один из штрихов уютного дома семьи Цыганцовых. Три года, как они сменили квартиру в спальном районе Ульяновска на двухэтажный деревянный сруб. Именно здесь родился самый младший из Цыганцовых – Демид. Ему еще нет и двух лет, но свой футбольный мяч уже имеется. Цыганцову-старшему в декабре исполнится 34. Не возраст думать о завершении карьеры, говорит сам Алексей. Все мысли только о том, как лучше подготовиться к предстоящему сезону, чтобы сохранить с Волгой прописку в первой лиге. Здоровье, дыхалка, все в порядке. Ну и с каждой сыгранной игрой, я думаю, прибавляется понимание футбола. Но сначала кубковая битва с «Зенитом». Пока Алексей Цыганцов и его верный пес Цыга убирают со двора снег, до нее, кажется, еще далеко. Целых два с половиной месяца, говорят нетерпеливые болельщики. Всего два с половиной месяца, отвечает им капитан Волги, который уже вовсю готовится к возобновлению сезона. Николай, скоро Новый год. Хороший праздник, но за ним наступят будни рабочие. Поделитесь планами на следующий год. Год уходящий, он был достаточно активным, сложным, но многое, что нам удалось, в том числе городом и управлением, удалось привезти девять наших спортивных школ в нормативное состояние, отремонтировать. Это действительно наша гордость. Много что удалось, раздевалки, душевые. На следующий год, как я уже говорил, мы хотим продолжить эту начатую работу, уже довести все наши объекты в нормативное состояние, чтобы не стыдно было приходить нашим детям в наши объекты, строить новые объекты. Ну и, конечно же, как можно больше участвовать в спортивных основаниях и готовить к этим спортивным основаниям наших спортсменов за счет сборов. Так как в предыдущие годы были сложные, пандемия и так далее. То есть это основная задача, которая перед нами стоит. Ну и, конечно, нужно искать новые формы привлечения наших жителей к спорту, к занятиям спортом, удивлять их, чтобы это не было чем-то таким серым, неинтересным. То есть спорт – это, прежде всего, активность и движение энергии. Ну а наш следующий сюжет о человеке, который вот эти все задачи своей энергии и своей активности решал на 100%. Симбирские ступени. Этому проекту уже больше четверти века. Когда-то его придумал и реализовал Ульяновец Фарид Менебаев, сердце которого в начале нынешнего декабря остановилось навсегда. Ему было всего 65. Сейчас все озадачены, как найти новые формы, привлечь людей. А он и не искал, они у него сами, как будто из него выходили эти проекты. Фарид Менебаев начинал как спортивный журналист. Благо, сам занимался борьбой. Выполнил даже норматив кандидата мастера спорта страны. Он знал спорт изнутри, говорит другой, известный ульянский журналист Игорь Зетилов. Вместе они работали несколько лет. Дотошность, наверное, такая. Вот он, конечно, да, если брал тему, то старался докопаться до истины. Но ранки газетных полос были слишком тесны для Менебаева. Именно поэтому и появились проекты, участниками которых стали воспитанники Ульянского детского дома «Дом детства». Через предел прочности и остров Отважных прошли сотни мальчишек и девчонок, для которых Фарид Загитович без привлечения второй отец. Он настолько был трудоголиком, и жить без работы он не мог. И, на мой взгляд, он сгорел именно потому, так рано ушел от нас, потому что он был именно таким человеком, отдающим свое сердце детям. Десять лет Фарид Менебаев работал в «Доме детства» тренером по борьбе. И это еще одна грань его таланта – тренерская, которую он реализовал, в том числе и в своей дочери. Рената Менебаева в спортивном плане признавшла своего отца, став победительницей крупных сроссийских стартов. Конечно, он спрашивал жестче, постоянно уделял время. И даже борьба была и на тренировках, и дома, и во сне, везде, во всех сферах, даже на учебе. Ныне Рената намеревается продолжить дело отца, чтобы маленький, но уютный зал, который в «Доме детства» создал Фарид Менебаев собственными руками, не пустовал никогда. Пока все здесь еще и напоминает о наставнике. А ученики до сих пор не верят, что их любимый учитель больше не войдет в этот зал. Мы понимаем то, что надо работать, потому что надо доказать, что мы можем. И что увековечить его память продолжает то, что его воспитанники могут добиться еще больших побед. Если статья в газету, то выверенная до последних буквы. Если проект, то самая оригинальная и неповторимая. Если тренироваться, то только до олимпийской медали. Контроль, контроль, контроль. Да, 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 да. Фарид Менебаев всегда и во всем был максималистом, говорят его коллеги. Он не боялся сказать правду. Да, мы с ним иногда даже так рычали. Но мы всегда жали руки и всегда ценили друг друга. По крайней мере, я его предмотов всегда ценил. Нам будет не хватать Фарид, конечно. На конец декабря Олимпийский совет планировал провести игру «Что, где, когда» на олимпийскую тему. Фарид Менебаев должен был стать одним из ее организаторов. Встреча не отменена. Она просто перенесена. И будет посвящена его памяти. Увы, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был реальный начальник Ульяновского городского управления физической культуры и спорта Николай Скобелин. Ну, а с вами был реальный спорт «Ульяновск». Встретимся через две недели. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова